и всем доброго времени суток сегодня у нас небольшой такой бонус для ожидающихся крафт кораблики проект интервью с разработчиками вчера были выложены скриншоты маленький бонус еще ответы на вопросики на некоторые будут сегодня со мной будет филипп дербенёв он же фил многие его знают кто смотрит канал он часто со мной ведет некоторые трансляции думаю буду называть его также фил мне это удобнее надеюсь не против да фил да стас всем привет на форуме вы меня знаете как филлан я геймдизайнер проекта корабли он же сикрафт сегодня буду отвечать на некоторые вопросы ну давай начнем наверное с самого самого простого это то что вот скрины вот появились скрины наконец-то я для себя вот то что я хотел я увидел подводную лодку это я больше всего ожидал потом и как бы вот остальные кораблики по ним немного расскажи что это как это кто допустим в тех же ноут не разбирается что за модель когда по каждой пройдемся я думаю потом к видео прикреплю скрины под новый под каждую рассказе да вот как то что же моделька и как это окончательный вид или как она вообще будут выглядеть так или еще будет дорабатываться как-то что-то вроде бы ну давай начнем с первого так это у нас первый скрин так сейчас мы подгружается первых кит 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 да это проект 600 27 подводная лодка советская кит в принципе на данный момент это наверное окончательная модель и примере но момент альфы и тестов всех к релизу возможно будем как-то и этом изменять отправлять какие-то части там к примеру есть некоторые грехи в плане конструкции принципе это будет исправляться так же там с материалами много текстурки будут доработанные более металлические принципе все будет в лучшем виде но конечно не сразу так дальше 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 у нас идет проект 205 у это модификация катера советского осы тасса 2 у нее были изменены в этой модификации пусковой установки то есть они стали контейнерные то есть это позволило более компактно и сделать ракеты за счет этого ракеты стали более удобны в плане погрузки разгрузки то есть контейнеры упрощали именно загрузку вооружения на корабль то есть это получается будет более быстро перезарядка ракет в самом игровом процессе нет перезарядки ракет как говорили раньше не будет то есть вот у тебя есть четыре пункера под ракеты 24 шахты и все то есть четыре шахты отстрелял будь добр либо иди барабан надо действовать короче с умом и каждую ракету до на вес золота по большому счету да на катерах катер такая боевая единица которая он будет выступать скорее всего как какая-то разведка плюс ударная сила основная прилетели постреляли улетели грубо говоря можно сказать тот же свет но который может больно укусить довольно да принципе катер по большому счету может нанести колоссальный урон если он будет в правильных руках очень даже неплохо покусать ну давай к следующему там есть тоже кораблик который мне понравился довольно таки сильно и как бы не только мне с ребятами то есть общался и с кем разговаривали и есть есть модель когда сильно понравился сейчас смотрю что дальше так дальше у нас идет проект 205 то есть это из него была модификация на 205 от которым я говорил раньше вот данный корабль все уже видели не первый раз у нас и в демках был в альфа и сейчас он в бенчмарке на нем можно плавать принципе все его уже я думаю на это все все с ним знакомы да все его видели и как он и плавает и стреляет но это конечно не конечный вариант и как летает да в ранних версиях в принципе все с ним знакомы по поводу ранних версий судя по тому что многие знают то что у вас сама по себе команда разработчиков довольно таки небольшая и очень быстро идет на мой взгляд исправление ошибок и недочетов в игре пишут на форуме спустя неделю уже тут поправили то же самое как как вот этот уже в бенчмарк который выложен как уже было сказано нашли проблемы которые влияют корабль танцуют в данном вот видео я сейчас тоже снимаю у меня бывают танцы вот эти корабля вот сейчас прыгает вверх вперед но это у меня идет из-за того что как бы ведется запись и сильно проседает фпс на это как бы особо не надо обращать вон это на данный момент именно со физикой кораблей мы уже довели до такого мэлстоуна что мы на момент альфа это будет уже исправили исправлено то есть конечно к релизу это будет все переработано более плотно как бы качество будет выше но для альфа этого в принципе будет достаточно чтобы потестить производительность посмотреть как именно происходит боевая боевой процесс это будет достаточно также физика как вот по нашим данным она будет обрабатываться на сервере то есть со многих машин довольно слабых дополнительные расчеты физики будут сняты то есть можно не беспокоиться что у вас фпс из-за того что кораблики качаются вся физика это будет уйдет на сервер то есть вашу машину это никак не зацепит это такое как ну то есть это снижение точнее повышение производительности для слабых компьютеров так следующий сейчас секундочку то есть это большой плюс это не надо будет покупать себе тот же титан что мы да 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 просто и титан не нужен тут достаточно такой средней видеокарты которая в принципе неплохо тянет но вот я учусь то же самое у меня сейчас запись идет с ноутбука у меня видеокарта стоит geforce gt 620 м к гигабайтная да и я тоже ставил по видео видели да вот любитель поставить там ботов там еще что-нибудь такое посмотреть как они между собой воюют и у меня нету проседания фпс и если вот я не веду запись а просто у меня фпс как был так и остается он не скачет не прыгать то есть он фиксирован вот есть в рамках там плюс минус 10 вот так и есть кстати да еще такое уточнение по поводу вот проседания фпс на данный момент мы немножко оптимизировали корабли то есть они теперь при удалении будут то есть по сетке по оригональной они будут меньше то есть это тоже повысит производительность то есть я сегодня тестировал количество кораблей на одном участке до 32 но без оптимизации до фпс проседал не сильно конечно но проседал после оптимизации будет все лучше но это это не конечная оптимизация то больше привязано к альфе на данный момент конечно это не такой приоритет является оптимизацией на моделей к релизу конечно все будет подтянута получше то есть с этим проблем не будет так дальше скриншот это вот у нас часть буквально секунду извиняюсь что перебьем так вот вот этот скриншот новый который выложили вот последний корабль это проект 123 комсомолец мы его добавим но он будет такой как дань уважения кораблям второй мировой войны плюс он у нас был первым кораблем в проекте то есть он будет как такой выступать более больше как памятник грубо говоря проекту так вот это торпедный катер 39 года примерно воевал во времена второй мировой войны и судя по историческим данным по многим характеристикам он довольно хорошо себя показал те времена очень много на нем было побед принципе для игроков это будет такое как историческое отступление ближе к мировой как он будет то есть он будет когда неуважение он будет присутствовать как-то боях или просто в обучении либо его приобрести может ну насчет приобрести скорее всего он будет либо как стартовый на данный момент в это обсуждение находится но еще были мысли как в обучении на тестовой карте такой обучающий что он будет присутствовать именно первым игрок будет его первым но пока еще тоже это до конца сказать сложно мы пока еще не решили точно как он буду даваться но вот как бы вот так вот как раз говорили про корабль которого тут но мне понравился лично еще вот ребята с которыми общался тоже есть кому он очень понравился из-за самой детализации и окраски он ну шикарно сделан на мой взгляд вообще мне нет слов классно и номера вот эти звезды и то же самое детальки вот эти мелкие прорисованные и сам вот этот металлическая блеск вообще классно очень нравится да это сам детализированный корабль на данный момент из того что у нас есть также до сих пор у нас лежат корабли сша которые не так давно мы выкладывали на форум но их пока еще время не пришло то есть они еще не доработаны они сейчас лежат так сказать в архивах на доработку отправлены где-то в ближайшее время я думаю пока не буду загадывать по времени по датам но надеюсь скоро мы уже доработаем и выпустим тоже по поводу веток кораблей насколько я понимаю это уже тоже не раз говорилось то что у вас довольно таки сложная тематика получилось это не танки и самолеты где сотнями клепали да вот разные модификации а это корабли там их довольно таки немного и вы по крупицам собирали информацию насколько я понимаю даже были были случаи когда вот те же игроки комьюнити да помогали вам и до сих пор вы как бы если кто-то найдет какой-то корабль подходящий под исторические рамки и которого у вас нету в дереве он может вам его сбросить да как-то и вы примите это к сведениям и будете рассматривать так это да на данный момент деревья как бы не закончены конечно там развиваться и развиваться можно но много информации по крайней мере по кораблям сша нато много информации скрыта от общего доступа там очень сложная ситуация с этими кораблями много было исследовано архивов документации книг то есть все что сейчас в дереве есть это очень долгий труд нескольких месяцев и то вот не так давно нам пришла информация по катерам сша там еще несколько котиров нашлось благодаря людям с форума за что им отдельное спасибо эти катера будут обработаны и будут в ближайшее время добавлены ветки также по всем остальным принципе мы открыты для получения писем насчет кораблей если кто-то что-то может посоветовать без проблем мы будем только рады так что ребята берите на заметку все что найдете все кидайте нам же лучше будет единственное условие что корабли должны выходить временные рамки то есть это 50 и 90 и года плюс это если корабли без баллистического оружия то есть на данный момент мы это не поддерживаем те же подвод подводные лодки с баллистическим оружием то есть ракетами они не входят в дерево то есть пока только крылатые ракеты торпеды и так далее 90-е года ограничивается какой развалом с 91 максимум второй год наверно просто потому что тоже вопросу в 93 году подводные лодки начали закладываться до класса барин а вышли они только начиная с 2005 2012 годах и они они же уже получается не подходят да они пока не попадают может быть может быть может быть когда-нибудь они попадут к ничего не могу сказать ой веселье творится на мониторе как обычно мне было скучно я наклепал ботов закончился раунд и я в кучу ботов упал быстренько оттуда куда-нибудь уплыть ну боты у нас конечно не специфические не к проекту были это уже умельцы с форума обнаружили это вот такая вот веселье тоже вот очень понравилась пасхалка вот один из игроков то есть нашел да я благодаря то есть хорошему ракурсу понял где это находится доплыл до туда правда разбил корабль пришлось отбегать пол карты опять же ногами пришел тоже видео выкладывал по этому поводу вот и ну думаю можно переходить к следующему вопросе вообще буквально секундочку я тут карту перезапущу там что текстурки небольшое лирическое отступление такое по поводу пасхалок кстати на последних скринах которые были выложены есть тоже пасхалка можно посмотреть поискать если кому-то интересно так она там не явно но она есть теперь я буду голову себе ломать вот но думаю давай тогда к следующим вопросиком подойдем это вот как уже шумевшие на да вот из плохой с хорошей стороны релиз xbox а я как бы являюсь фанатом его и вот пока про него не будем говорить обом про составляющие геймпады джойстики будет ли поддержка в игре технический движок позволяет подключить поддержку геймпада но на данный момент тяжело сказать будем ли мы его поддерживать в планах было но может быть не сразу конечно возможно все будет но когда на данный момент технически это возможно технически допустим если как бы сам его подключить наверное нет скорее всего будет работать но может быть не полностью так как надо то есть интерфейс скорее всего будут задействованы в плане кнопок на клавиатуре довольно много но попытаемся ужать это все до каких-то стандартных пределах то есть там чтобы на геймпаде это в принципе хватало но честно сейчас все об этом как-то говорить трудно все впереди все будем будем ждать вот так немножко сейчас я тут ладно не буду убирать немножко будет что опять же вопросик вы на него может уже отвечали на форуме но я как бы особо этого не видел потому что форум довольно таки общительный люди общаются и многие темы уходят а техника из альтернативной истории не принятая на вооружение будет в игре то есть техника которая осталась только на бумагах да в принципе чертежи да да есть такие и даже кстати вот в нынешних ветках есть несколько кораблей которые были только на бумаге чертежи и разработки в принципе это вполне все будет это тоже хорошо так что еще еще в сторону если опять же геймпадов вот это вот все да поддержка нескольких мониторов сказать сложно скорее всего нет по крайней мере сейчас в планах этого не было в планах кросс-платформенность Xbox и S4 ну желание есть желание есть движок позволяет может быть может быть возможно чуть позже когда после релиза такое рассматривали по крайней мере это тоже это тоже раундует по поводу для ну не буду обзывать да для людей которые работают в офисе времени особо получается поиграться нету начальство может зайти в любой момент и из игры выйти тоже сложно подвожу к тому что будет ли браузерка с поддержкой то есть оптимизирован чтобы можно было спокойно в любой вот у меня тот же планшет да вот есть я могу зайти с планшета в браузер и спокойно то есть пострелять поиграть выйти и быть доволен ну насчет планшета я не уверен что его железо потянет настолько хорошо хотя точно сказать не могу а по поводу браузера ну поддержка у Unreal Engine есть у ДК еще пока не подключили поддержку браузера но тоже она с ограничениями то есть только Mozilla поддерживается на данный момент без флешплееров то есть возможно но пока тоже сложно сказать если Epic подключат возможность такую для УДК то мы ее будем рассматривать но наверное не в ближайшее время то есть тут зависит не от нас уже а от Epic Games то есть от них что они сделают если дадут такую возможность то возможно все будет значит тоже можно надеяться пока 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 только положительное все возможно все все может быть так следующий у нас вопросик получается после завершения альфа и бета тестирования будет ли вручена какая либо награда альфа тестерам или основателям которые принимали участие сначала ну в планах есть один проект и скорее всего что то будет но пока я не могу сказать это такой секрет секрет тайны это внутренняя информация на публику я пока не могу озвучить не без ботов без ботов мне что то скучно так мило так на волнах качается прям спать успокаивает еще музычку туда расслабляю еще будет все хорошо как психологи психоаналитики рекомендуют аквариум покупать и смотреть на рынок но тут кораблик так ладно наступаем на тему будет ли игра поддерживать широкоформатное изображение в полной мере то есть 1080 пикселей да на данный момент просто мы этим не занимались для бенчмарка хотя он и сейчас поддерживает бенчмарк там просто нужно через концерт прописывать вообще да будет поддержка полностью дожди то есть моей плазме надо готовиться к боям отлично отлично будет ли вид от первого лица и если да то будет ли он оформлен в виде рубки и там зенитные как бы гнезда как вы вообще планируете перископ на подводной лодке перископы антураж какой-то или пока как от третьего лица на момент альфы и скорее всего начальные беты да скорее всего будут от третьего лица плюс переключением видов ну грубо говоря от основного вооружения то есть ракет торпед на переключение там зенитных орудий вообще в планах для подводных лодок перископы были то есть это приоритет в приоритетах есть конечно а вот рубки детализация рубок это довольно сложный процесс и по большому счету это дополнительная нагрузка на производительность скорее всего не будет либо если будет то значительно позже но перископы и скорее всего бинокль может быть что-то такое для ведения тактических действий будет понятненько вот следующий вопрос у меня тут шпаргалки написан но я думаю на него уже ответ прозвучал в какой-либо мере потому что вопрос заключался в том будет ли возможность тренировки учебных боев и других видов да будет вплоть до того что можно будет играть по крайней мере в планах было играть в офлайне то есть вы можете включить игру не подключаясь к серверу запустить какую-то тренировочную карту либо одиночную компанию и поплавать поиграть с этим проблем я думаю не будет так вот тогда вот чуть-чуть сейчас секунду буквально так все горло промочил можно дальше да вот вопрос тогда вот такой вот еще раз будет синглплеер грубо говоря да вот если можно без онлайн подключен интернет играть будет ли поддержка комьюнити в виде модификации сами игроки смогут ли делать какие-то модификации вообще будет это одобрено как есть уже в представленных то есть играх думаю не будем называть всем известные модификации на них очень много выходит это всячески поддерживать будет у вас такая же ну на данный момент мы приветствуем изменения клиента то есть все какие-то модификации пользователей мы не приветствуем это ну возможно с ростом комьюнити с развитием проекта может быть что-то и будет но пока загадывать не будем поживем увидим ну насколько я помню было так что те же малейшие кастомизации да вот которые там разукрашивали разукрашивание корабля в дальнейшем уже после выхода там в это тестирование у вас и так оно будет да вот огромное и будет оно разделено если не ошибаюсь там не помню в интервью говорилось на два типа одно будет лично для вас и сокомандников ваших которые они будут видеть да и второе там кастомизация это уже национальная которую будет видеть против и вот которая будет для своей там вообще можно будет как я понимаю говорить чудеса чуть ли не в розовый понер ну да да такая идея как бы в плане кастомизации корабля да в принципе это будут скорее всего два деления сугубо для игрока то есть он будет сам видеть да это может быть розовое пони либо розовый флаг там черный череп или еще что-нибудь ну то есть сам корабль такие то есть не исторические раскраски которые будут сугубо для личного удовлетворения и будут именно ближе такие приближенные к реалистичным то есть камуфляжем там раскраскам которые использовались либо могли использоваться на кораблях то есть в принципе во времена холодной войны вообще корабли уже не подвергались покраске то есть камуфлированию так как тут уже перешли на другой вид вооружения и скрываться пытаться закамуфлировать корабль не имело смысла но я думаю в качестве кастомизации в качестве выделения корабля среди массы я думаю мы это сделаем и какие-то приблизительные либо приближенные к реальным там что-то будет все-таки вот тоже по поводу бенчмарк то что на мой взгляд мне очень понравилось очень я сейчас даже включу сумерки вечер закат динамическое вот это освещение оно планируется также вноситься в игру да и оно будет в зависимости динамически меняться на разных картах как я понимаю ты можешь зайти на одну и ту же карту и каждый раз будет какое-то разное освещение так ли это? да скорее всего это будет именно так то есть одна и та же карта но погодные условия время суток и прочее прочее будут меняться именно рандомно при запуске карты то есть на одной и той же карте могут быть и ночь и день и те же сумерки и там и снег и дождь и шторм в принципе это будет меняться именно уже перед входом в бой внутри боя то есть во время боя может быть изменение погодных условий но незначительно скорее всего от мелкого дожди к более крупному либо к прекращению дожди ну то есть незначительно так как бой в принципе будет скоротечным там 15-20 минут не больше скорее всего за это время кардинальных изменений в погоде я думаю не бывает особо сильных чтобы полностью менять к примеру от ливня от долгого к ясной погоде к солнышку либо смена дня на ночь в принципе нет скорее всего такого не будет то есть даже будут такие вещи что и снег и дождь это вообще здорово это будет да и вот как я понимаю сейчас вода которая довольно таки долго работали ее меняли из-за этого даже произошли небольшие задержки потому что вода новая полностью переделана новый бежок и сейчас УДК включено и волны насколько я понимаю волна сама по себе высокая и будет не только такие волны будет штиль и максимальная или вот эта высота волны или будет как-то выше вообще на данный момент в бенчмарке волна приблизительно это 4 баллов то есть скорее всего будет чуть-чуть больше может максимум 5 потому что при увеличении больше 5 баллов играть будет ну как бы так сказать некомфортно в плане асу не будет видно за волнами да можно так сказать но скорее всего просто стрельбы все эти пушки ракет и прочее насколько я помню по техническим характеристикам многих кораблей уже асу максимальное волнение моря это 4 балла то есть больше уже пуск просто невозможен плюс ракета может уйти просто будет возможно просто не туда то есть это будет влиять на именно то есть стрельбы и прочее на механику да будут штиль будет какое-то волнение моря там изменяться может быть даже динамически не сильно но будет скорее всего то есть море будет активным так сказать а по поводу боев возможно ли будет бою отмечать как-то помечать вражеские цели на карте либо ставить маркеры в бою для отметки цели для сравнения тот же брать если Battlefield там есть такой если видели играли пометить цель пометить цель да будет это будет скорее всего как пометка атаки так как на радарах цели будут в принципе помечаться автоматически то есть радар засек цель в течение какого-то времени он там будет наверно анализировать несколько секунд это скорее всего будет занимать пока еще до этого не дошли конкретизировать не могу поэтому да пометки будут но скорее всего будут такие простенькие там атаковать цель либо обратить внимание на какую-то цель либо я атакую ну то есть какие-то простые команды которые достаточно для проведения боя не изменилось ли решение по поводу полного уничтожения экипажа и корабля игрока если при проигрыше то есть его потопили ну тут ситуация такая довольно сложная в плане нет мы не отказались но потопление корабля это тоже довольно сложный процесс будет это не будет что в первом же бою вы проиграли там грубо говоря и корабль потерял нет это будет как-то не в первом будет то есть это через какое-то количество там боев если там одни поражения ну в общем все всей тайны я раскрывать не могу но то есть в первом бою вы не потеряете его точно ну как такой грубо говоря заядлый менягер с тобой на эту тему немного отойду общались да вот и тоже рассказывал то что в Ланейш сделали такую вещь ну то что персонаж покашит убивает дружественных людей проведут аналогию с вещами персонажа там есть такой шанс после нескольких смертей то что вещь просто сломается либо пропадет грубо говоря у вас то же самое будет какая-то вероятность что ты провел плохо бой за это тебя могут наказать то есть корабль не вернется в док ну да скорее всего какой-то процент будет того что корабль либо полностью утонет либо будет с очень дорогостоящим ремонтом то есть ремонт и так будет при проведении будет какая-то сумма но с каким-то там процентом может быть он возрасти либо сильнее либо вы можете корабль потерять просто то есть пока еще об этом говорить оконечном результате рано то есть мы еще это прорабатываем дорабатываем к чему-то конкретному выйти довольно сложно тесты покажут да да тесты покажут то же самое вот тот же вопрос вот по поводу клановых кораблей просто в интервью как бы говорилось то что с клановыми кораблями нам сложнее будет так как они и мощнее будут считаться да их довольно таки трудно будет построить и легче потерять как я понимаю и они даже там больше больше шанс дали потери получится да там шансы конечно выше это наверное ближе будет их онлайн там все знают что постройка всяких крейсеров больших занимает не один месяц если даже крупный клан там и его уничтожение приводило грубо говоря к коллапсу клана то есть просто многие уходили и клан распадался ну у нас скорее всего такого глобального при потере корабля глобальных изменений таких в клане не будет да корабль будет строиться довольно долго ну это будет конечно какое-то какое-то время такой период не сильно затянуто то есть не конечно не месяц не два не полгода как в том же их ну конечно поменьше да и цены будут для клана если хороший клан сплоченный с хорошей экономикой развитой то в принципе это наверное будет не очень дорого но и не очень дешево то есть какой-то баланс будет для клана что конечно и потерять корабль будет жалко и накладно но и построить будет возможно ну и надо будет воевать с умом опять же да? да да конечно без этого никуда то есть если вы пустите тот же атлан там какой-то авианосец в бой и вы его потеряете это будет удар по экономике то есть клан может на какое-то время просто выйти из активных боев ну если конечно клан такой средней руки если что-то более подвинутое там очень хороший клан у которого много территорий конечно для клана это будет удар но не такой сильный но все равно изменение такой техники это будет очень очень специфично надо проводить такие бои то есть потеря корабля существенная все-таки но это радует то что опять же вот скоро может уже многие знают да вот новости арчейш игрушка локализуется в России я все время тоже пробовал играть и там ну вот такая вот с кораблями проблема то что неделю получается у тебя тактика нет времени объяснять надо рубить дрова сеять траву и собирать клубнику и выплываешь ты на нем спустя эту неделю и все у тебя кракен этот раздолбал и опять по неделю его пытаешься строить с матерками то получается этого не будет да будет также соразмерно награда корабля как и его потопление и заново восстановление как я понял ну да да выходит такое что если вы его в бою либо его если у вас уничтожено то есть повреждения какие-то и ремонт будет соответствовать то есть хороший корабль мощный тот же крейсер то и на ремонт уйдет и много времени и много ресурсов то есть следовательно не нужно отправлять в бой не подумав тоже вот по поводу кораблей вот по поводу чертежей сказали да вот будут корабли которые не были приняты на вооружение состоят только в чертежах или в макетах будет ли техника ну вот грубо говоря лондлизовая или которая закупалась у других стран вот допустим вот как у нас сейчас есть ситуацию когда там у нас у Израиля захотели там корабли покупать вот Россия в холодной войне наверное тоже такое бывает не знаю будет ли такая ситуация или нет но тут вопрос такой довольно сложный лондлиза это ближе все таки ко второму мировому поставки от США там были на данный момент то есть по истории холодной войны такого насколько мне известно не было скорее всего будет точнее даже это будет это позже будет такое как корабли блоков то есть тот же НАТО ОВД то есть корабли будут входить скорее всего в блок а лендвиза какого-то наверно не будет то что его по идее его и не было страны сами производить для себя корабли даже тот же СССР сколько кораблей к примеру даже по тому же дерьмо можно посмотреть и одних катеров там очень много было произведено то есть СССР именно полагалось на довольно быструю ударную силу в виде катеров поэтому скорее всего нет такого ничего не будет понятненько это надо короче мне учить историю нет все понятно так тоже по поводу игры боевки уже этот вопрос не раз поднимался вы на него отвечали и все равно хотелось бы поинтересоваться размеры карт потому что уже не раз вы меняли размер и к чему на данный момент пришли какой размер сейчас играбелем будет для начала тестирования ну надо будет скорее всего это будет что-то не очень большое для тестов из-за количества человек на тесте наверняка будем приближать к такому среднему чтобы это не затягивало да и боевой процесс не затягивать очень долго ну скорее всего будут деления на размеры карты для рандомных боев будет что-то небольшое чтобы бой проходил довольно интересно и быстро для кланов будет уже более глобальные карты в зависимости конечно от боевых действий что будет проводиться и где может быть даже до 100 на 100 километров это максимальный размер который мы сейчас можем подробить то есть карты будут довольно большие вот сейчас кстати заделась тем как клановых воин тоже об этом говорилось рандомные и бои и клановые бои изначально еще в первом интервью говорилось что даже рандомные бои будут влиять на глобальную карту в чем будет отличие тогда вот между клановыми воинами и аркадными ну клановые ведутся на территорию грубо говоря то есть кланы будут занимать какие-то участки моря и прилегающие территории на суше и на этих участках на этой территории будет строить инфраструктуру всей нации то есть с США и за счет этого будет развиваться производство либо корабли вооружение грубо говоря это будет именно для клана какие-то ресурсы добывать а для рандома это будут бои за не то что территорию а за движение линии фронта то есть если линия фронта проходит на территории Тихого океана и там сражаются на этой территории силы США и СССР и в день там при каком количестве побед то есть если например в день прошло 10 боев и грубо говоря 6 побед за сторону СССР то линия фронта будет смещаться в сторону США то есть кланы смогут продвигаться к территории штатов быстрее и для того чтобы там кланы будут продвигаться для того чтобы захватить США быстрее ну то есть рандом больше будет влиять на линию фронта как то то есть на движение в какую то в одну или в другую сторону опять же вот конечно извиняюсь но грубо говоря проведу аналогию с тем же планом сайт 2 который мы снимали игрались грубо говоря будет то же самое там же есть кланы игроков которые ведут захват территории они воюют чтобы у них была лучшая техника и так же есть грубо говоря когда мы снимали рандомщики заходят и шарашат вперед воевать и так же отвоевывают кусок территории это так не так приблизительно ну приблизительно да так то есть рандом будет как-то влиять на положение территории то есть как-то территория завоеванная рандомом будет скорее всего уходить не кланом а именно нации то есть общей территории нации поэтому тут такая сложная ситуация выходит что рандом влияет на глобальную войну но по-своему по поводу времени игрового сколько длится бой уже 20 минут это будет 20 минут и на карты 100 на 100 и 10 на 10 и 30 на 30 скорее всего да скорее всего да то есть принципе это будет круто стандарт для каких-то может быть других видов боев то есть режимов там может быть будет побольше либо поменьше но тоже пока еще и просто закрыта стандартно примерно будет 20 минут злосчастная что делать ладненько с этим разобрались более-менее начальное расстояние между командами они будут как-то прямо то 100 на 100 и они там одна на другом конце и другая на другом либо это как-то будет сформировано карты то что они находиться одна там в середине другая в обороне там с краю сидит ну это будет зависеть скорее всего от самого типа карта то есть от размера вот положение объектов на карту суши там островов либо кита материков ну грубо говоря исходя из этого будет как-то уже выставляться там расстояние между командами и так далее будет зависеть от карт ну такого не планируется да вот то что написано раунд идет 20 минут от тебя до врага столько мы там пилить чем через саму ну тут учитывать что 100 километров и не 100 километров и тот же команда будет двигаться на встречу друг другу так что тут я думаю будет поменьше 50 50 ну ладно ну ладно конечно то есть это будет зависеть от картинок опять же двигаться будут первым делом те же осы на мой взгляд да таким образом не свободно и сначала сначала надо ждать за света потом потом уже отстреливаться более крупным калибром потом уже по такому дому как планируется сделать корабль который затопили он будет частью текстуры становиться допустим помехой для тех же подводных лодок либо он сейчас есть пропадает загорается как это нет точно никак точно никак сейчас то есть корабли будут оставаться либо плавать уничтожены либо тонуть то есть корабль будет оставаться на карте по поводу уничтожены плавать это насколько я понимаю если будет уничтожен экипаж да может быть не обязательно экипаж может быть там разрушена надстройка либо еще что то то есть он выведен из строя он не может не вести бой не плыть ничего ну то есть он но остался на полу то же самое да там допустим рулевое управление да повреждено ну рулевое управление повреждено но корабль то может стрелять дело в том что он просто не сможет поворачивать может он плыть может даже та же раненая упомянутая оса всего четыре ракеты отстрелял нету винта нету руля и все вот ты поплавок ну вот светить можно то есть радио действия радио локационной системы никто не отменял вы можете просто передавать данные по территории за то время пока в тебя летит ракета да понятненько так ну а потопляемые да они все таки будут там можно на нибудь подлодкой напороться получить данные даже сейчас при столкновении с то есть ландшафтом с какими-то объектами уже при столкновении наносится урон пока вот пока вот в бенчмарке у меня было одно столкновение оно плохо кончилось нет для меня хотя бы он заранее более мелким судей не просто ничего не до конца настроено было именно столкновение вообще урон наносит то есть даже если на большой скорости выпрыгнуть на ландшафт то есть на берег там еще куда-то какой-то урон нанесется конечно не колоссальные что приведет к уничтожению коробки но если шесть раз выбрасываться он начинает гореть ну как не гореть а просто ну шум повреждения то есть ну да это да по кстати вот по поводу гореть в ранних видео был огонь сейчас сейчас нет вы также перерабатывать просто некоторые эффекты на данный момент еще не подключены например тот же огонь те же брызги даже пена на воде ее просто сейчас еще нету по причине ее не подключения то есть скоро она будет когда точно сказать не могу но я думаю это будет ближайшее время то есть вода будет еще круче да пена будет на воде будут какие-то от корабля брызги то есть там при прыжках на волнах будут какие-то всплески тех же выстрелах и прочее прочее при взрывах в воде на данный момент даже вода это немножко упрощенный вариант как многие наверное видели в блоге в нашем там вода была покруче и она была более ярко окажают там я помню там вплоть до того что даже глубина была прорисована камни которые под водой сейчас прорисовывается по большому счету ну просто из-за некоторых технических особенностей движка плюс как бы снижение нагрузки на видеокарты и на вообще производительность мы немножко ее подкорректировали она стала не такой конечно яркой возможно в будущем мы опять таки доработаем еще лучше то есть вернем к тому виду в котором она должна быть но опять же это будет легко регулировать насколько я понимаю настройка максимальные ультра за счет да конечно это будет тоже вот вопрос который который многих очень интересует вот сегодня даже вот была такая ситуация вчера вчера ситуация вот когда выложили скриншоу туда народ ликовал и веселился потому что очень в последнее время очень мало информации и часто вопросик такой просили спросить планируется ли создание дневников разработчиков или создание ежедневных дайджестов что вот какие ведутся работы там это обучающей информации там истории вообще проект даже можно так сказать дневники разработчики то что вы сейчас делаете и история проекты ну вот такой мануальчик из-за чего вообще идет война чуть-чуть за что мы бою на фига нам это все надо ну по поводу дневников возможно просто на это нужно время сами понимаете сейчас у нас не особо много просто проект можно делать а нас по количеству сотрудников не так много мы не успеваем просто на все сейчас готовим усиленно запуск все-таки боевых тестов то есть стрель по прочего игрового режима поэтому может быть что-то будет но но не сейчас точно не в ближайшее время то есть может быть даже не мне этот месяц и не следующий примере в планах были дневники но когда сказать сложно по поводу истории мира как такого для новичков not тоже было в планах что-то такое историю как это описание проекта и прочее прочее да возможно но тоже не ближайшее время на это нужно время просто то чтобы все это сделать это сами понимаете это не 10-15 минут это кропотливый труд по описанию это надо придуманное да это надо описывать и писать писать то есть я думаю будет но тоже не сразу тоже вот по поводу комьюнити пакет основателей которые были доступны до 9 мая и пакеты которые сейчас присутствуют многим очень интересно почему пакеты обычных тестеров входит проект 1239 сегодня для основателям не был доступен вот ним пакетов но ситуация складывается из того что ценовые категории разные к примеру тот же силуч пакет довольно маленький ценовая категория его довольно высокая то есть это топовый пакет к примеру для основателей у многих пакет там говоря среднего порядка то есть те же диплома сравним с кораблями которые там же куда ходят сегодня что доходит три корабля и вот основатель же были тоже вот эти пакеты да там коммунисты или как там что-то называлось вот тоже входило три корабля и подел на сколько помню оса вторая и вот ее вот берут как раз вот за аналог спрашивают почему оса вторая а не силуч ну я же говорю ценовая категория разная то есть тут ценовая категория 1200 и в нее входит все а там вы бы говорят 3000 за которые получаете силучек прочее прочее то есть вы за меньшие деньги вот по поводу основателей получаете три корабля грубо говоря за силуча приходится отдать на порядок больше поэтому но не получается он он того стоит потому что он считается топом насколько понимаю и кто сейчас его приобретает в полной уверенности может убрать идти нагибать да ну тут все зависит от приматы рук на верно и это так сказать возможности потерять корабль то есть все таки и корабли которые будут куплены их тоже возможно будет потерять возможно но пока еще сказать сложно скорее всего да а может и посмотрим на этот счет что-то конкретное вот я являюсь основателем у меня вот пакет подводник и я бы не хотел терять своего китай научился для основателей как говорилось ранее корабли основателей не подвергаются такому об этом было написано что основатели их не корабли остаются то есть они могут быть повреждены но потери они не проверяют насколько насколько я помню просто у меня сейчас под какой документации подробно нету могу точно сказать на форуме об этом писали что основатели остаются кораблями то есть я дальнейшем говорю злой пират могу спокойно на своем ките выходить и раш по центру не боясь потерять корабль да в принципе где то так и есть отлично на абордаж кстати по поводу абордажа и бутылки рома сегодня под скринами было описано то что пиратам дадут возможность высаживаться на остров с бутылки рома и орать там тысячи чертей мы тут вообще главный и мы предупредили тоже уф ну то что не надо давать такие обещания мы же можем на слове поймать это придется делать пиратская комьюнити оно такое следит за каждым словом будем думать нам же только дай сундук и пальму все будет отлично а еще попугая ну попугая мы нашли в пасхалке продон рогатый большой и красный и когда к нему кстати подплываешься ты сейчас кстати к нему тоже покупать текстурки кровавыми становятся это эффект зловеще так следующий смотришь про галочку что по поводу подводных лодок опять же перископ визуальное оформление вообще как это планируется как они будут выглядеть так вот раз подводные лодки первое что приходит на ум это silent hunter и рубка перископ будет ли это приблизительно к этому либо это будет как бы просто вид бинокля и акустический сонар как я говорил ранее перископ будет то есть может быть он будет как-то более утрированно показан конечно более неподробный в том же silent hunter но он будет а по поводу самого визуального составляющего при управлении подводной лодкой это скорее всего да это будет сонар который будет отображать то есть грубо говоря такой эффект эхолота подводного понятно это кому интересно аналогия с тем то что показывают как видит летучая мышь да вот есть звук я обтекает объект и получается силуэты вот мы будем их видеть ну да ближе наверно все таки не летучая мышь а дельфины ну просто я лично по bbc видел про отживность про летучих машин там про дельфинов подводкой и вот-вот от меня еще такой вопросик сонар будет ли этот звук сонар вот звук вот этот кул ну да скорее всего будет потому что у меня вплоть до того что даже он на телефоне присутствует так что очень нравится самозвучание скорее всего все будет продолжим тогда закроем тему с погодными лодками пойдем по поводу тестирования при низком количестве игроков как будет реализована подборка команды и не будет ли такого долгого ожидания как в той же тундре приходилось на альфе по полчаса сидеть и ждать очереди ну и тут я думаю будем исходить из того что будут специальные комнаты тренировочные грубо говоря в которых и будет организовываться именно тестовые какие-то так сказать задания по которым будем проходить тестовые тест кейсы какие-то направлены на тестирование той или иной фичи либо вылинувать участка карты либо самой карты то есть скорее всего будем исходить из тестовых комнат то есть это ну опять же грубо говоря получается те же серверы мы будем открывать смотреть где сколько человек сидит подключаться туда да и нет нет не совсем так будет выглядеть это наверное грубо говоря в тех же танках тестов то есть эти тренировочные комнаты грубо говоря мы входим на сервер заходим в режим обучения ну грубо говоря тестовая комната либо обучающая комната пока не знаю как мы это назовем и вот в ней будет уже формироваться команда из которой мы будем игроков разделять на две команды то есть и входить в бой на какой-то карте ну грубо говоря мы из лобби будем входить в комнаты в которых мы будем уже заходить на карту то есть изначально команды распределять и запускать будете вы лично сами не автоматически справиться ну первое время наверное игроки смогут запускать то есть тестовая комната она будет создаваться без проблем игроком кем-то из администрации то есть это будет общедоступно и запускать кто угодно а мы будем формировать уже направлен то есть на те же основные какие-то тесты так вечно теряю свою шпаргалку я периодически вот плаваю я кстати вот опять доплыл до этой пасхалки до друга рогатого мне кажется он мне не рад он не может быть не рад он не улыбается так сейчас секундочку по поводу внутрирасовых войн вот мы говорили по поводу того то что будет между нациями война за территорию а между расой внутри допустим два клана соперника они друг у друга отвоевают территорию вот как это будет выглядеть возможно ли это будет вообще идея такая была то есть это наверное будет как гражданские войны какие-то между одним альянсом ну грубо говоря в СССР будут какие-то свои то есть гражданская война грубо говоря но пока конкретно что-то говорить я не могу пока то есть планируется такое противостояние уже не с двух сторон это да вот допустим если играть за советов то надо будет обороняться от пиратов да или от натовцев да получается будет еще и ты отбился все отлично у тебя есть какое-то время там построиться да собрать ресурсы и через какой-то промежуток на тебя определенное время могут еще и свои напасть да вполне то есть это также может привести к таким действиям как подрыв чужой экономики за счет шпионажа ну то есть боев каких-то то есть это открывает просторы для тактического применения таких вот действий то есть даже со стороны США может она там подкупить кого-то и попросить провести бои на территории на чей-то территории вот тоже по этому поводу да вот как бы состоял в составе ОМФ и как бы ну Каспийская флотилия или как нас там даже дружественные кланы обзывают лодочная станция не помню мы являемся в дальнейшем будем пиратами будем воевать на стороне ОМФ которые являются советами и так же приходить им на помощь это вот грубо говоря та же система только бесплатно им не надо будет нам платить чтобы они пришли и наказали ну это уже сугубо договоренность идет между кланами либо это уже человеческий фактор кто как договорится а если вот между раз войны это то есть никаких наказаний не будет и тебя в пираты не отправят за то что пошел и отобрал своего союзника правда из другого плана кусок земли но здесь скорее будет такая ситуация что как объявление войны либо что-то в этом то есть проводится с 9 вечера до 11 вечера в которое время должны оборонять территорию скорее всего даже не так наверное это будет ближе к реальному времени то есть захотели а не напасть объявили войну у вас там есть грубо говоря там 15-20 минут на реагирование если успели защититься защитились если нет извините в следующий раз опять же защитились в следующий раз а если допустим ну вот контингент вот по форуму если смотреть он приближен ну 25 и выше есть даже намного выше эти люди известны которые намного старше люди работают а есть комьюнити которые младшим возрастом те же школьники да те же кто там в колледже учатся они освобождаются часам 2 вот такая ситуация вот он пришел с друзьями два часа объявил войну клану клан то есть возрастная категория да приходит с работы часов 8 а у них 15 минут на сборы как получается они заранее проигрывают эту войну им надо будет по приходу заново объявлять и отбивать эту территорию так ну с какой-то стороны да но тут можно учитывать еще разные часовые пояса кто может защищать то есть плюс кланы могут например те же пиратов могут нанимать кого-то на защиту то есть вот мы наняли отряд какой-то там клан или кого-то кто будет защищать в случае чего эту территорию то есть такие так сказать наемники которые за какую-то оплату выступают в руле обороны то есть ну это тоже еще все проработки конкретные то есть многие вопросы то есть это вы думаете еще да опять же тесты покажут да 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 тут все зависит от теста насколько это будет именно приемлемо для игроков то есть что то нам чуть-чуть заикаться начал с так все отлично конец фразы проглотился так и следующий вопрос у нас опять я потерял шпаргалку ну что ж такое так как будет реализована стрельба из пушек пулеметов имеется ввиду будет кружок с разбросом или может будет стрельба с навесом сам прицеливание тематики просто на данный момент прицел все видимо стандарт движка на данный момент на данный момент конкретно сложно зависит от вооружения то есть какие-то пулеметы у них дальние стрельбы 5 км по реальным ттх то есть у них будет наверняка какой-то небольшой сектор разброса ближе наверное к реальным а что там более крупнокалиберное те же пушки большого калибра 170 мм довольно крупные корабельные то есть они будут наверняка стрелять по друге ну то есть зависит будет вот ттх при большой дальности скорее всего будет стрелять по друге то есть по баллистике так же будет аналогию с станками проводить так же будет сведение разброс ну приблизительно да что-то такое будет с ракетами там допустим дальнего наведения ну ракеты будут наводиться исходя из размера корабля то есть по стандарту насколько я ттх читал помню насколько мне известно многие ракеты наводятся то есть по данным она наводится на какой-то определенный размер корабля то есть грубо говоря там на крейсер либо на какой-то средний корабль среднего размера то есть размер меньше то и точность наведения чуть меньше то есть тот же катер будет попасть сложнее то есть маленький а к примеру какой-то крейсер водяносит или еще что-то то будет проще то есть он большой у него попасть довольно просто поэтому исходя из размеров корабля будет как-то и варьировать точность ну точность будет не сильно резаться конечно для ракет тут скорее всего будет зависеть от типа ракеты если она там с наведением каким-то с продвинутым там улучшенным то она будет точнее если она там простенькая ракета конечно да и по характеристикам и по точности она будет хуже вот тоже по поводу ракет вот раз перешли ракеты управляемые они будут как какой-то захват цели насколько я понял будут ли также неуправляемые ракеты и дистанционные взрыватели ракеты ну по ракетам будут все ракеты которые были и устанавливались на катерах то есть на кораблях на всех все что попадало в временной период то это все будет и по всем характеристикам то есть даже и дистанционные взрыватели контактные бесконтактные то есть это все будет может быть конечно не сразу ну будет реализован то есть вплоть даже до телеуправляемых ракет уже даже это есть в готовом виде но закрыто как для общего вида то есть мы это тестировали уже а а значит это это уже тестировали вот по по вопросикам что же еще даже вот ребята кто смотрит да вот я же спрашивал вопросы у меня вот допустим ну часть вопросов они уже закончились а часть на которую ну в процессе разговора мы уже ответили и ну думаю вот такой вот последний каверзный вопрос это по поводу мая мая да мая и запуска стрельб ждать или или как говорится ждать и ждать а по поводу того что уже не раз писалось переносилась дата в конце концов сказали вторая половина мая сегодня опять же на форуме писали то что 25 число ждать к концу мая нам стрельб ну вопрос очень каверзный я за это как бы не отвечаю но по датам я не могу точно сказать это не ко мне вопрос поэтому никакой информации дать не могу ко мне ведь такие данные не поступали будем надеяться нам остается только надеяться вот а в принципе ну в принципе все что меня лично интересовало да то что для себя какие то вопросы хотел там то что ребят интересовало я спросил ну думаю на этом мы будем заканчивать кораблик опять танцует по вопросам еще если какие то появится я думаю к теме интервью постараемся ответить если вдруг что то будет да даже думаю можно будет в самом интервью тоже ну не отвечать на каждый вопрос да а просто подборочку сделать тех вопросов потому что ну опять же вот у меня вопросы были которые уже задавались на форуме да вот я где то не следил где то что то не видел и вопросы по два раза отвечались может проще даже будет сделать какую то вторую часть видео уже с интервью когда будет время у вас там выберите потому что сейчас да пишем запись уже довольно таки поздно мы выбили время и ответили на вопросы и так же то есть поступить с вопросами теми которые появятся выбрать интересные которые которые уже ранее не задавались и так же сделать подборочку и записать вторую часть интервью соответственно да в принципе вполне можно будет вот ну желаю вам удачной работы и продвижения проекта опять же да опять же вот вот уже прощаться уже все и вопрос такой стим ачивки опять же на форуме спрашивали по поводу ачивок играют люди вбк получают ачивки стимовские то есть уже получается так то что когда проект выйдет на бета уже не альфа а бета тестирование уже можно будет ожидать ее в полноценном стиле так ли ну ну тут ситуация зависит не совсем от нас даже мы вот на гринлайте на данный момент присутствуем то есть тут уже зависит больше от сообщества от комьюнити если комьюнити и желает видеть в стиме необходимо голосовать то есть если мы соберем необходимое количество голосов и вальф заинтересуется проектом то как только вальф с нами свяжется проведет соответствующие действия то есть добавление проекта в стим то есть загрузка данных каких-то клиентов и прочее то мы сразу появимся в стиме тут больше наверно как бы от вальфа зависит насколько это быстро будет сделано то есть как только попадем гринлайт так появимся так что ребята голосуйте обязательно ссылочку я приложу к видео но и все равно заходите на форум там большими зелеными буквами написано тоже заходите голосуйте видите как многое тоже зависит и от нас вот благодарю за точные такие ответы хоть и не все последний последний вопрос задан остался открытым будем на этот надеюсь вопрос ждать следующей части или может быть даже видел уже запуска каком-то да думаю на этом все всем спасибо кто смотрит фил спасибо за ответы спасибо за вопросы будем надеяться что новую партия вопросов не доставят себя ждать и ближайшее время как только появится время у нас у вас и мы на них ответим на этом заканчиваем всем спасибо кто смотрел кто поддерживает проект основателем кто сейчас подключается всем комьюнити ребята стараются на мой взгляд делают не будем судить строго потому что реально ребят мало и они делают все что могут силы всячески будем вас поддерживать дальше и пока что есть спасибо за это ждем большего спасибо вам что верите конечно хотелось бы больше быстрее но из-за ресурсов и количества людей мы просто не успеваем быстрее все сделать да опять же ребят напомню по поводу кораблей кто какие корабли подходящие под категорию ищите скидывайте разработчиков думаю даже на почту форума или как то в личных сообщениях ну можно в личных сообщениях выйти связаться и уже там договориться как куда и зачем нисколько думаю на этом все все уже прощались и все сказали подписывайтесь на канал ребята ставьте лайки будет продолжение надеюсь на это и будьте будьте первыми кто увидит все всем спасибо всем пока всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч